Последствия пандемии, новая реальность коммуникационного пространства – это главная тема 4-го медиафорума этнических и региональных средств массовой информации, проходит который сегодня на базе информационного центра правительства Москвы. Сотни участников форума и десяток спикеров. В планерном заседании приняли участие и руководители редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицынов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, а также президент гильдии и межрегионической журналистики Маргарита Лянге. Вместе обсудили изменения и инновации в работе СМИ и НКО. Они признаны пострадавшими от коронавируса. Для нас очень важно, чтобы мы сегодня обменялись своим опытом работы. Вы знаете, что этот год особый, поэтому и у нас одна из тем – это работа в особых условиях. Я уверен, что люди приехали сюда с позитивным опытом и он поможет нам в дальнейшей работе. Мы формировали повестку, исходя из того, что реально сегодня очень сильно волнуют. С одной стороны, средства массовой информации, с другой стороны, сектор некоммерческих организаций, который оказался в очень сложной ситуации. И главная тема этого года – мы не могли меня на нее брать, это 75 лет победы. Как мы смогли в этих условиях провести этот великий и очень важный для каждого россиянина праздник? Пандемия заставила многие медиа подстраиваться под новые реалии, переводить сотрудников на удаленную работу, осваивать онлайн-платформы, порой сокращать эфирное время и тиражи. Условия изменились, но новый формат открыл и новые возможности. Онлайн набирает рекордные просмотры. Формат помогает создавать новости, не выходя из дома. К тому же, с приходом пандемии с каждым днем растет уровень доверия к СМИ. До этого он составлял не более 50%. Поменять формат пришлось и самому медиа-форуму, этнических и региональных СМИ. Сегодня он проходит как оффлайн, так и онлайн на официальном сайте. Как видим, все в масках и перчатках соблюдена и социальная дистанция. Отмечу, форум собрал на одной площадке представители более 50 регионов. Программа форума рассчитана на 5 дней до 4 декабря. За это время участники посетят мастер-классы, лекции, но главным событием станет этно-экспедиция в Ростов и Ярославль. Анастасия Кубатко, Новости дня, Москва.